Мальчик медленно умирает Сегодня к нам приехала бабушка Егора Она обратилась к нам за помощью Давайте же поддержим Екатерину Григорьевну Итак, вы обратились к нам за помощью Какая именно помощь вам нужна? Чем мы можем вам помочь? Мне нужна помощь, вернее не мне Нужна ребенку помощь Егору? Да Когда мы повезли его в больницу Мы привезли его живого Потом его перевели в реанимацию Там сделали операцию Выходит врач, я спрашиваю Ну как он, что с ним? Ну что с ним? Овощ То есть подождите минуту Вы привезли в больницу ребенка в сознании А потом после операции вам сказали, что ваш внук стал овощем? Да, после операции Внимание на экран Катерина Григорьевна пенсионерка Женка 20 років відпрацювала у школі Тепер удома займається господарством Вона виховала двох дочок А тепер допомагає піднімати на ноги онуків У меня четверо внука Життя старшої доньки Інни склалося успішно Гарний чоловік, діти А ось молодшій Оксані випала нелегка жіноча доля Сильно большой стресс был у нее Сильно переживала Як каже Катерина Григорьевна Єдиним світлим промінчиком у житті доньки був її син Женка і припустити не могла, що саме з ним в Оксани станеться лихо Так що ж все-таки за біда случилась? Ну, він був вдома во дворі, розпутував сетки Ну, він любив рибачити Катенок запутався в сетку Він його почав так бити сетку об землю Як раз прийшла Оксана Она говорит, Йогор, що ж ти робиш? Он ж маленький, йому ж больно А він говорит, да я їх всіх потоплю В общем, почав грубити Он в такій степені стал психовать Говорить, я щас камінь найду, я її убью Мать? Да, я її убью Потім, говорить, кинулся до нього Ми його спасли, він отбіжав Оксана глянула, що там на пенечці нож лежав Тот, що вони сетку там разрізали Она подумала, думаю, зараз бігає, і що? Хватанет нож, берет нож, идет в коридор, заходит в хату Він за нею следом Она кинул сначала миску Она разворачивается, а он заскакивает как раз у коридор І на нее Она с ножом йшла в хату Он ее толкнул, она впала Вот так вот, уголок был Тут холодильник, а тут той, трилляж Она падає в этот уголок, вот так вот Ну, рука бьется об трилляж А это в холодильник, руки некуда було уйти І вони встали вот так вот А он на нее падає как раз Я за ним следом Забігаю, коли я Оксану не вижу А вижу только його, так вот Я, вот только я забегала, хотела же його взять за той, поднять, что такое Він ойкнул, говорит Я говорю, що такое, що такое Он, коли почала сидеть, я увидела, що тут, ну, началась кров біжать И Оксана, я увидела Оксану, ака сидит вот так вот, бледная вся И нож в крові? Да, і нож в крові Я говорю, ой, боже, він на нож наткнулся Оксана ж тоже Так, значит, мать ранила сына? Ну, не ранила, він сам наткнулся на нож, накинулся Он ее толкнул і сам за ней по енерти Кто ранил Егора? Его, Егор упал сам на нож Она не ранила його Покажите, пожалуйста, куда именно Вот сюда Вот сюда попала То есть область сердца Ну, наверное, наискосок пошел как-то Получается, Ваш внук Егор попал в больницу с ножевым ранением в сердце? Да, в сердце, ну, в область сердца Да, в область сердца И ранила его Ваша дочь? Ну, так получилось, но она же не хотела А сейчас в нашей тайной комнате находится та самая женщина Она же не хотела Которая ранила ножом своего сына Ну, это было случайно, полностью Это была секунда, я не успела ни соревновать, ничего И все, сразу кровь Все, секунда Как такое могло произойти? И почему она это сделала? Найдет ли она в себе силы, чтобы появиться здесь в студии? Чтобы мы с ней поговорили? Ребенок покрученный весь, ручки, ножки покрученные Любому дураку понять, если в сердце попасть, человек уже не разговаривает Ни массажа, ни лекарства, ни капельниц, ничего На грани жизни с ней Так и сказал? Да, вот Вон овощ Не смотрите эти кадры Скажите, пожалуйста, как выглядел Егор? Ну, он в сознании был до самой больницы В сознании был Он что-то говорил? Не, ну, сначала говорил, что я хочу писать, потом То и все, но Ну, это шок, наверное, да? Да не, он не в шоке, он даже сознание не терял Ну, как 16-летний ребенок, значит, получает удар ножом в область сердца И вы говорите, что у него даже шока не было? Не было Не было шока, он разговаривал Ну, а что он говорил? Был сознание Что он говорил? Ну, ничего, только отвечал на вопрос Я слышу, я слышу, все, ну, хорошо Как ты себя чувствуешь? Нормально Мы до самой приемной, мы привезли ее Послушайте, парень получает удар ножом в область сердца И вы говорите, что он нормально себя чувствует Ну, может, он и не в сердце Нам так сказали, чтобы в область сердца Вон сознание не терял Разговаривал до последнего Ну, вы же видели? Да, видела, но я видела удар Вот сюда, вот тут был удар А как он попал туда в сердце, чине, я не знаю Давайте послушаем сейчас то, что сказали врачи Которые, собственно, видели Егора в тот момент, когда его привезли в больницу Ребенок был доставлен скорой помощью в крайне тяжелом состоянии Близком к критичному Сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Фактически, такое состояние на грани жизни и смерти Зачем было брать кровь еще с этого, со спинок, со спинок Вот они его и парализовали Это дураку понятно, что экономских врачей не знают Был повреждено сердце, был поврежден перекарт То есть сердце было зажато фактически излившейся кровью в перекарт Любому дураку понять, если в сердце попасть, человек уже не разговаривает Ну вот вы говорите, состояние нормальное Но врачи-то говорят, что между... Ну это на приемной, наверное, или врачи? Ну так это врачи уже сказали в больнице, что он буквально одной ногой в могиле был Ну мало чего, я не знаю, что... Ну как, это врачи? Ну мы привезли его, я говорю то, что есть, мы привезли его Он разговаривал Вот дай сейчас у врача спросим Послушайте, если человек получает удар в область сердца У этого человека может быть нормальное состояние? Конечно нет Это фаза возбуждения Когда человек крайне тяжело ранен Но он способен военный взять автомат и стрелять дальше Ребенок способен еще разговаривать На это уходит от 5 до 15-20 минут Я думаю, что в этой фазе ребенок был доставлен в стационар Дальше они уходят в фазу торможения То есть к тому моменту, когда Егора привезли в больницу, врачи действительно увидели его тяжелое состояние? Конечно, конечно Значит, Егора оперировали И после операции, как вы уже говорили, врач выходит к вам и говорит о том, что... Он овощ, можно с ним делать... Так и сказал? Да, вот Он овощ, я говорю, как он там? Он овощ, вы же привезли нам мертвого Я говорю, я не знаю, мы до порога привезли... Так и сказал мертвого Да, мы привезли до порога живого И когда вы в следующий раз увидели Егора? Аж через месяц Через месяц? Да Почему? Он был в реанимации, меня не пускали Значит, спустя месяц после операции Вас пускают к внуку Каким вы его через месяц увидели? Я, конечно, не знаю, чуть инсульт не получала Ребенок покрученный весь, ручки, ножки покрученные Покрученные? Да, вот так вот Ну, пальчики вот такие, ноги по прикручиванию, ноги не сгинаются В общем, ну, коллега, в общем Ну, покрученный весь, понимаете? И не разговаривает, ничего Вот он только пришел в себя, его сразу в нейрологические отделения поместили И на том и кончилось Никакого лечения А он вас узнал, когда увидел? Он еще лежал, можно сказать, трохи как бы в сознании Вот, только вот он создавал звук такой, как медведь в лесу Как? Прямо вот так лежал? Вот так, да Я врачу говорю, этому, что в невропатологии Говорю, ему больно, говорю, сделайте ему хоть укол А он говорит, ему ничего не поможет Так и сказал врач? Так и сказал, клянусь вам Давать то соки, то то Говорю, ну, надо, ну, той У нас же есть массажисты Ну, массажистов надо им Ну, надо его трошки раз вырастать Стой, пока он той Ну, пришла там массажистка Три дня походила И все, больше ничего не делала Егор не мог сам вставать в кровати? Нет, нет, он и сейчас не встает У нас есть видео Егора в больнице Давайте посмотрим сейчас эту запись Внимание на экран Это вы его кормите? Да Он жует уже, в руки берет, есть, все Ну, без медицинской помощи, конечно, там никак не обойдется Но они ничего не делали ему, ничего Ну, то я ему массажик делаю, ножки поправляю, все Состояние у него действительно ужасное Ну, он уже понимает Ну, зараз он еще хуже стал Ну, два с половиной месяца он пролежал Лежит тут в нейрологии И ничего ему не делает Это, представьте, у него болезнь развивается Ничего не делает, абсолютно Ни массажа, ни лекарства, ни капельниц, ничего То прихожу, покормила его, поменяла памперс И главное, что, приносите памперсы Вы купите памперсы, вы купите памперсы Вот это только один вопрос То есть, если бы не вы То он бы там лежал сейчас заброшенный Да, был бы заброшенный, пока бы умер И, возможно, уже бы умер Да, как другой у нас тоже там умер Уже взрослый, да, правда, мужик Медсестра, даже, санитарка, мама Забыла, наверное, про это Забрала даже эти продукты Он начал кричать, психовать Ты же это не принесла, кушать Чего она забрала? Он обману потом, говорит, на вас срёт Вот Нормально это санитарки? Екатерина Григорьевна, но почему Вы не заберёте Егора домой, если в больнице никак ему ничем не помогает? Ну, я скажу Этот ребёнок у нас приёмный Приёмный? Да, мы его взяли, когда ему было два годика Тоже так само мы взяли Нам дали, потому что у Оксаны не было детей У неё были операции И у неё стрессы были сильные Ну, проходило время Она успокаивалась И потом мы послушали объявления Почитали в газете, что в детском отделении есть дети Ещё-то начали нам показывать Ну, мне лежит душа как-то Ни к тому мальчику, ни к тому мальчику И тут мы слышим голос Эээ, мы эту дверь открываем И тут такие ямочки И мы с мамой переглянулись Это наше Ну, вернее, моя тоже Итак, значит, Оксана увидела это объявление в газете Посоветовалась с вами, наверное, да? И вы решили всё-таки усыновить ребёночка Да, протекунство взяли Этим ребёнком оказался Егор Да, Егор Ну, когда мы брали, нам сказали Он физически недоразвитый А я говорю, что такое? Ну, два годика он не стоит Пока ещё не ходил Не ходил, не разговаривает Мы два годика, но если 10 человек А как так получилось? Он не ходил, он только за кроватку где-то дался У меня сестру, то дети, так Четырёхмесячные ползунки на него надевали А ему было два годика, когда мы забирали Через месяц, когда мы взяли Через месяц, они его не узнали Когда мы пошли в больницу Вот он маленький, да, Егор? Да, вот это уже полгода Это он уже полгода у нас Мы выходили, купили всякие соки И всё, и они не узнали Когда мы зашли в комнату туда Ну, провериться, как говорится Зашёл он в палату, сам заходит Ещё говорит, привет А он Дивляться, это Егор Говорит, да, Егор И так мы его вот этой воспитывали Значит, ну, получается А кто родной отец? Вы искали родителей? Мы не искали Его нашла сама Мария Васильевна Это по опекунскому совету Когда она начала оформлять Егора Оказалось, что отец не лишён То есть, мальчик Егор оказался у вас Но у него при этом был живой отец Который имел на ребёнка все юридические права И Мария Васильевна его начала обговаривать Он не пил, ничего Не лишён родительских прав по пьянке Не судите Он лишён родительских прав по настаиванию Марии Васильевны Тот самый Сергей Встречайте, пожалуйста Прошу вас Почему вы отказались от ребёнка? Ну, потому что она меня когда вызвала Говорит, ну, ты работаешь Остался один, ты работаешь Вот его берут люди Это вам представитель соцслужбы говорит? Да, его, говорит, берут люди Ну, просто так, говорит, по-человечески Ему там будет хорошо За него будет это самое Что ты сам с ним сделаешь? Ну, я написал Внимание на экран Сергею Степаненкову 42 роки Зі своєю першою дружиною Наталию Він прожив майже 10 років У шлюбі народилося троє дітей Усе було гаразд Поки дружина не зрадила Сергія Смотрите, надо сидеть хлопчика Ну, загуляла там Але одного разу, повернувшись додому Сергій побачив пусту квартиру Я был на роботе Прошел, а мне отец мой говорит Она уехала, говорит, туда, в Энергодар Она сама с Энергодаром В Энергодар, там, ей мать какую-то посылку там Я не знаю, с Талией что-то прослала Взяла малых и уехала, ну, детей Потом проходит где-то недели две, там, или сколько Мне звонит Мария Васильевна, ну, с опекунского совета Говорит, почему, говорит, ваш ребенок, говорит, в больнице Она, получается, что она двоих забрала Этого отвезла А Егора оставила? А Егора в больницу, я ничего не знаю Я уже знал, я же думал, она с ним, ну, все они вместе А ей, а потом уже я узнал, что и мама купила заранее в Запорожье квартиру С Италии, она, что это самое Значит, вы со своей первой женой не общались И совершенно не интересовались, как дела у ваших детей Ну, как ему поинтересоваться, если не знал, где они вообще А потом уже, как Мария Васильевна позвонила Оказывается, что она Егора оставила в больнице Так это не вы стали искать ребенка, а вам соцработник позвонил Да, что она, что ребенок в больнице Сергей, помните вы тот день, когда первый раз пришли в дом Екатерина Григорьевна? Помню, чувствую Как это было? Ну, я прошел, остальных дома не было Была мать Ну, поговорили, ну, я говорю, я тогда приду, ну, в следующий раз Потом, ну, там, я не знаю, наверное, через дня три или четыре, ну, второй раз прошел Чистенько одеты, так даже красиво Ну, и все, потом он дал мне алименты и поехал же опять на работу И не доехал до работы и назад вернулся на следующем автобусе А потом через шум мы засиделись в кафе А в том числе шум, я его опоздал И это с мамой, я в раздаваясь у нас ночевая Потом он предложил мне утром поехать с ним на работу Поехали мы с ним на работу, на запрет Все, вот это с первого дня он не выезжал С того дня прямо? Да Со второго раза? Ага Как все просто у вас Ну, просто Значит, а Оксана как вас восприняла? Нормально Ну Смотрит тоже вроде нормально Че пропадает? Ну, тоже подумали, нормальный отец, чего не жить ему с отцом? Да Сергей, знаете, я вот вас слушаю И мне, у меня реально сердце болит Глядя на мучения этого ребенка Этот ребенок переживает и физическую боль И моральную Моральную приносят ему родители Которые должны ему любить Скажите, я не понимаю Как можно отцу сказать Вашему ребенку будет лучше в какой-то семье И поэтому я подписал отказ от своего ребенка Да ребенку будет лучше с вами Так а что мне брать ребенка вот сюда в рюкзак, да? Идти с ним работать Сергей, не брать ребенка Любящий отец Любящий отец Который искренне желает Сделать счастливым своего ребенка Он это делает Я перебью вас У нас соцслужба Такая, что если бы он не взял его дитя домой Они бы прицепились, а его бы забрали Но это, слава богу, что такая социальная служба Что так переживают за детей Да социальные службы везде одинаковые Просто разные родители, понимаете? Но здесь могла быть ситуация, что действительно Отец в ту минуту реально испугался Этой ответственности Я вот почему хотел задать вопрос До этого ребенок с вами жил Вот как он развивался? Как вы с ним развивались? Вот когда вы жили еще со своей старой супругой? Ну нормально он Ну он в два годика у вас не ходил почему-то Ну я не знаю, что Ну как вы не знаете? Ваш родной сын в два года он у вас не ходит А вы говорите, я не знаю почему Вас это беспокоило? Ну беспокоило Ну а что вы делали? Что я делал? Да, что вы делали? Я работал Ну послушайте Можно конечно заработать миллионы И совершенно не заморачиваться с состоянием сына Только кому эти миллионы будут нужны? Для сиделки? Ну после работы я проходил, ну что мог Да, он в кроватке, он стоял сам Здесь еще непонятная ситуация Жена забрала двоих детей Одного оставила в больнице И переехала уже на купленную квартиру в другой город Вы понимаете, что подготовить всю эту процедуру Это надо приличное время Это надо минимум несколько месяцев У меня вопрос Вы по вашим отношениям с женой Ведь вы приходили с работы У вас все равно очевидно было или не было интима Были какие-то отношения Вы замечали, что у вас что-то в отношениях не то? Или у вас все было идеально по вашему мнению? Какое идеально? У нее было на подбородке родимое пятно И когда у нее мать уехала в Италию Она решила сделать операцию Ну, чтобы убрать это Все, говорит Я иду на операцию Запорожье меня будут удалять Ну езжай, слава богу Езжай, будут удалять Хочешь быть красивой, езжай Ты мне и так нравишься Езжай, делай Она уехала, все Я звоню в больницу, ее нету там Я проезжаю раз, нету Проезжаю второй раз, нету Мне врач говорит Забери ее вообще с больницы Свою жену Я ее не вижу Она там познакомилась с каким-то дальнобойщиком С этого Ну, короче, все Ей не надо Не семья Сережа дома с детьми сидит Так она вас просто просила В итоге Но самое главное Что ее больше волновало родимое пятно Чем ребенок, который не ходит к двум годам Да все трое Я всеми троими дома сидел Так вы сидели дома Вы остальных забрали к себе? Я ничего не понимаю Вы остальных забрали к себе? Бросила сына Когда ему было еще два годика Отец потом добровольно написал заявление Об отказе в родительских правах Но зачем на самом деле родной отец стал бороться за своего сына? И почему? Когда нашел, не сумел его уберечь Туалет на улице Сарайчик валится Мне теперь говорят, что мы за денег У меня маленькая времянка Его бы не приписали А почему? Мы хуже других друзей должны опеку не получать А мы нет Они когда видели нас Они боялись нам это говорить Мы разобрались уже По крайней мере сформировалось Какое-то понимание о том, что В вашей прежней семье, Сергей Все было не так хорошо Вы действительно возлагали ответственность на жену Жена совершенно о детях не беспокоилась Никакой надежды вашей не оправдала И в итоге вообще куда-то слиняла Забрав двух детей А младшего оставив в больнице Пока вы были на заработках там в соседнем селе Когда вы стали жить с Оксаной Вы восстановили свои родительские права, отцовские права? Нет Почему? Своё жильё надо иметь у нас Подождите, но у вас же в доме вы живёте В доме В доме, да Так это не считается для опекунского совета Как не считается? Ну а если бы они женились и вы переписали дом Вот послушайте, мы уже не скажем, он стесняется Если бы он, я в этом доме хозяйка, как говорится, он живёт у меня в примах Если бы он начал оформлять дитя, сразу пришли бы в опекунский совет, посмотрели, что он в примах Нема у него ничего куда... Екатерина Григорьевна, скажите, а Оксана усыновила Егора? Нет, она не говорит Нет, послушайте, вы несколько минут назад сказали, что приходит Сергей Оксана смотрит, хороший мужик надо брать, на дороге не валяется Вы тут сказали нам, хороший мужик на дороге не валяется Сергей сказал, о, какая хорошая бабонька, на дороге не валяется Все счастливы, все замечательно живут Так почему же не поженились? Вы не переписали часть дома Для того, чтобы обеспечить этому малышу нормальные, законные условия проживания И главное, крышу главы семью У батька, чего я буду приписывать, действительно? Как чего? Ну того же, у меня маленькая времянка, его бы не приписали Почему? Но у нас института прописки не существует с 94-го года, зарегистрировать можно Да, это у вас и существует, а у нас существует Он не приобретает право на это жилье То, что он будет зарегистрирован, это не значит, что он имеет право на вашу жилплощадь Он не становится совладельцем Ну да Ребенок был под опекой, я правильно понимаю? Ребенок был под опекой, и вы получали, ваша дочь получала у него два прожиточных минимума, да? Да, опекунских Ну это из-за денег, поэтому не усыновляли Нет, теперь говорят, что из-за денег А почему? Мы хуже других, другие должны опеку не получать, а мы нет Вот интересные тоже Две с половиной тысячи опекунских денег, это большие деньги Мы полгода, полгода, только взяли, мы даже не знали, что это должно быть Слушайте, я вас не осуждаю сейчас, я вас не осуждаю Я не к вам апеллирую, я к вам апеллирую государству, которое создало такие условия Меньше бы она не создавала этих денег, меньше бы детей было где-то дома Совершенно верно, золотые слова Так получается, что, значит, если вы не усыновили ребенка, и социальные службы вас регулярно проверяли, как живет Егор? Конечно, проверяли Часто приходили соцработники? Ну, когда была Мария Васильевна, она приходила, было нормально Так Она не придиралась ничего, Сережа работает, Оксана работает Все было нормально, дитё одето и обутые, вы видите, и костюмы на Новые годы, и всё на свете, делалось всё, что ему надо А потом Мария Васильевна отошла от этой должности, так как у нас заболела, у неё был рак Вот, сразу начали проверять своих же детей, где что Социальные работники новые, которые пришли, да? Да, новые Потом пришли, они первый раз начали придираться У него нет отдельной комнаты, нет водопровода, туалет на улице, сарайчик валится Ну, мы же как, мы на селе, и собака забивает, вот Всё, причина, нам надо искать ему других родителей Как? Егору? А вот так, да, Егору надо шукать других родителей Так, подождите, из-за того, что у мальчика нет комнаты, и из-за того, что собака забегает в дом, ребёнка надо изымать из семьи? Ходила, ходила, она ишла, дуру, разговаривала Это достаточное условие, Анна? Нет, это недостаточное условие для того, чтобы забирать ребёнка из семьи, надо доказать, что условия, в которых он содержится, угрожают его здоровью и жизни Я хочу сказать, что у нас, у родных родителей очень часто одна комната на две, на три семьи, когда молодая семья живёт в комнате с родителями, и никто ребёнка не забирает Поэтому здесь, возможно, эти слова хотели от вас или взяться, или хотели, чтобы вы повиновались им в каком-то вопросе А тут были какие-то ещё причины? Нет, не было, вот это была причина Это ребёнку уже сколько было лет? Было уже 10 лет Уже 10 лет? Да То есть он уже с вами 8 лет прожил в том момент? Да, 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 ну это специально было контроль и контроль и контроль над этим ребёнком Ну а как вы хотели? Если никто не установил ребёнка, естественно, был контроль Вы утверждаете, что за вами следили? Да, за нами просто следили Значит, для того, чтобы потом всё-таки забрать ребёнка Так в итоге Егора забрали? Забрали Забрали? Скажу как Один раз приехала Оксана с села, они работали, приехала, мне зуб болел Хотела пойти в зубному Ну зуб как-то мы сбили его, он перестал болеть И она осталась, а не пошла на работу, не поехала А я говорю, ну пока ты дома, я говорю, пойду зараз получу пенсию Егора возьму в школу, и мы пойдём по магазинам, как обычно Она говорит, ну ладно, а я ляжу спать, зуб уже болел, я не спала почти ночью Прихожу я десять минут четвёртого, Оксана плачет Я говорю, что такое? Я говорю, ты пошла, я же не закрылась, слышу Гомин Прокидаюсь, когда в хате звонит четыре человека Пришла комиссия, завалила Я, говорит, прокрываю глаза, растираю Она говорит, вот видишь, а где Егор? Оксана говорит, ты с бабушкой пошёл Вот видишь, он всё с бабушкой, с бабушкой А ты что делаешь? Говорит, у меня зуб болел Да оно видно, лицо пухлое Наверное, она пилася Да не пила я, говорит, у меня зуб болел Говорит, чем же я пила ни с того ни сего Вот И начали до неё прискипываться Вот ты не смотришь за дитём, но говорит, я же работаю И в другом селе, и то в одном То люди приезжают, берут, они туда и едут работать Вот Да конечно, дети же сидят с бабушкой Но потом они начали ей говорить Давай напиши заявление Откажися от опекунства А мы на бабушку перепишем, делаем опекунство Так как она за ним следит Тоже долго говорили, аж кричали на ней Ручку, перо, дали тетрадку ей, бумагу, чтобы она написала отказную Но она долго возмущалась, а потом, ну ладно, говорит Ну что ты, бабушка всё равно смотрит Ты же на ней нет времени Ну раз на бабушку, я напишу То есть написала отказ Да, и написала она отказ Это шок Семейная ссора закончилась кровавой резнёй Ой, Боже, он на нож наткнулся Сердце было зажато излившейся кровью Мать забрали в милицию Егор упал сам на нож, она не ранила его Простит ли свою приёмную мать подросток И захочет ли он вернуться в свой родной дом Екатерина Григорьевна, я просто хотел бы вот обратить внимание Значит, сначала отца социальной службы Уболтали за два часа написать заявление об отказе в родительских правах Потом, значит, опять социальные службы, по-вашему, приходят и опять, значит, уговаривают написать отказ Если ты не откажешься, мы за то, что ты не смотришь за ним Мы, что ты на работе Слушайте, Екатерина Григорьевна, как-то всё у вас очень просто получается Очень хорошо уговорить вас написать просто отказы Ну, начнём с того, что начиная от отношения социальных служб на селе У меня просто мама была, да, заведующим детским садом И как бы я с этим пересекался И могу точно сказать, что моя мама сколько обращалась Особенно там, где дети кибили и так далее К социальным службам Им очень тяжело было забрать ребёнка Вот эта история, которая называется Мы пришли, раз забрали, второй раз забрали Но она действительно не укладывается в логике Потому что не могут социальные службы настолько быстро забирать Одно условие, конечно, есть Опекунское Но всё равно это не есть основной фактор Должно быть что-то ещё, что угрожает ребёнку Мы уже знаем о факте, что до двух лет ребёночек не ходил И у меня есть основания подозревать, что ребёнком и далее не занимались И поэтому причиной здесь может быть как раз педагогическая запущенность То есть если ребёнок отставал в развитии Именно по причине того, что ним педагогически в семье не занимались Это действительно может быть основанием, чтобы ребёнка забирали Если это тем более ребёнок на опеку Ну давайте расспросим об этой семье Свет, вы ездили туда Я предполагаю К нашим гостям Идите сюда, пожалуйста Расскажите нам о том, что вы увидели Свет, что вам говорила социальная служба? Почему забрали? Они не хотят отвечать И то, что говорит Екатерина Григорьевна по поводу слежки Это правда Там какой-то повальный страх Мы общались с соседями, которые подтверждают, что за ним следили Социальные службы Да, соседи настолько напуганы, что они когда видели нас Они боялись нам это говорить на камеру Давайте сейчас посмотрим фрагмент разговора Будьте добры, внимание на экран Опеку сняли в связи с ненадлежащим исполнением опекунских обязанностей И посещение семьи, и приглашение на беседы в службу по делам детей И привлечение к ответственности в судебном порядке Однако опекун должных выводов не сделала Основная была претензия с поведением опекуна Это отображалось на развитии ребенка Скажем так, не оглашая Диана, не оглашая основную причину Скажем так, поведение опекуна Ну как оно на Егоре отображалось? О елке-палке На море везде с ним, везде с Егором Что мне его надо на плечах носить было с собой, чтобы отображалось Опекун это Оксана имеется в виду? Какое было ее поведение? Они это скрывают, они это не говорят Мы очень долго с ними работали Послушайте-ка, вы задали конкретный вопрос? Что вы имеете в виду? Что вам не нравится в поведении опекуна? Да, я задавала конкретные вопросы Спросите у нее Мы это не говорим Как не говорим? Вот такая соцслужба А мы сняли опекунство на основании ее желания, да? Ну это смешно Они заставили, они 4 человека, как собаки нападали на нее Ну знаете, как лишают родительских прав, почему? Потому что систематичное выконание батьковских обовязков Завживание алкоголем, наркотики, прочее, прочее Так ваша дочь пила? Бывало Ну бывало, вот они же работают, там нальют 100 грамм до обеда Вот им вся пила А, так подождите, так она выпивали, пили в семье? Когда как на лед, так и выпили тогда масло в неделю Пришли за поем На обед там Им, то есть, нальют по стопочке Они выпить, поели, все, и пошли дальше работать Так что, какая претензия? Почему? Что за поведение опекуна? Вы же общались социальными службами Они вам сказали об этом? Да, я общалась социальными службами Они не говорят, но они намекают Я не знаю, что это за поведение государственных служащих Так о чем они намекают? Это очень странный стиль поведения Да, они намекают на то, что опекун пьет Вот и все А, Оксана пьет А доказательств нет А знаете, почему они намекают? Потому что когда-то они отдали ребенку под опеку этому человеку Поэтому теперь они вынуждены намекать А не говорить правду о своей ошибке Прямо они это не говорят Прямо о своей ошибке, да На бумаге получается все ужасно А на деле ничего такого прям страшного Про поицы я не увидела Так получается, что ребенка забрали вроде как Потому что опекун, то есть Оксана, дочь Екатерины Григорьевны пьет Но даже это, об этом официально социальные службы не говорят Они намекают об этом Может быть, послушайте Мы ведь приглашали социальные службы сюда в нашу программу Но они отказались приехать Может быть, мы сейчас попробуем набрать и задать конкретный вопрос Что не нравится в поведении опекуна, то есть Оксаны Соединяйте нас? Владимир Анатольевич, программа «Говорит Украина» Алексей Суханов, ведущий Скажите, пожалуйста, на основании чего все-таки забрали ребенка из семьи? Вы знаете, я сейчас за рулем, я не могу разговаривать, я за рулем еду А это не займет времени? На основании чего забрали? Что не нравилось в поведении опекуна? Алло? Положили трубку Положил трубку? Это типичное поведение, уже были в отпуске, были там... Болели Болели, на больничном И знаете, самое страшное, что это поведение типичное не для одного только сотрудника этой службы Но это же запредельно Это же запредельно Это профессиональное преступление Алексей, а вы представьте, это вы к ним звоните Человек знает, что вы звоните со студии на всю Украину И позволяет себе бросить трубку, да? Теперь вы подумайте, как они общаются с простыми людьми, которые приходят Если вы за рулем, Владимир Анатольевич Так прижмитесь к обочине Остановитесь Ведь вы нарушаете закон Вы должны общаться с представителями средств массовой информации Можно вопрос все-таки к Светлане? Да, к Светлане Светланочка, скажите, пожалуйста Вот вы общались с этими социальными работниками Вот там претензии якобы к опекуну Они вам хоть что-то описали в части того, как они работали с ребенком, да? То есть с опекаемым Что же все-таки ребенок говорил им? То есть, ну, какие у них там выводы психологов были в отношении ребенка и так далее Про ребенка они не сказали ровным счетом ничего Поэтому работали ли они с ним или нет, это тоже очень большой вопрос Про ребенка нам рассказали в Бердянском интернате, где он одно время находился Вы когда изъяли его, да? Да, да, да И в интернате нам рассказали очень интересную вещь Какую? Как реагировал ребенок, когда попала из семьи к ним Он говорит, у ребенка была мечта Он очень хотел получить профессию и стать водителем, чтобы помогать бабушке Потому что самым дорогим человеком для него была вот эта Екатерина Григорьевна, его бабушка И он учился хорошо, он тянулся ради того, чтобы выбиться в люди Альбина Владимировна взяла трубку Альбина Владимировна! Альбина Владимировна! Алло! Альбина Владимировна! Альбина Владимировна, это что за прятки? Впервые с таким сталкиваюсь взять телефон и не отвечать, проверять, кто звонит Альбина Владимировна, так я вам скажу, что вам только что звонила программа «Говорит Украина» и ведущий Алексей Суханов И мы хотели вам задать вопрос, что вас конкретно не устраивало в поведении опекуна Потому что на этот вопрос вы не дали ответа до сих пор Вы, конечно, можете продолжать играть в прятки Но сейчас, Альбина Владимировна, вся страна узнает, как вы исполняете свои профессиональные обязанности Насколько худо вы их исполняете? Правильно, плохо они исполняют, очень плохо Листоко даже Я предлагаю сейчас послушать то, что нам сказали врачи Внимание на экран На сегодняшний день состояние мальчика тяжелое Обусловлено оно, опять же, двумя клиническими смертями У нас в реанимации он был достаточно длинное, продолжительное время Но занимались на нем плотно, насколько могли Так подождите, у Егора, значит, уже были две клинические смерти? Ну я же не знаю, там, может, и были, пока они собрались операции А вам говорили об этом, Екатерина Григорьевна? Нет Ну, говорили, что, типа, в нему останавливалось все сердце И все Вот эти слова они говорили Клиническая смерть – это последствия глубокого ножевого ранения? Безусловно, геморрагического шока и большой кровопотери, безусловно Но две клинические смерти? Значит, удавалось реанимировать, а потом опять были проблемы Если такой был факт клинической смерти, это крайне тяжелое состояние То есть получается, что Егор сейчас, по словам врачей, превращается в овощ из-за этого ужасного ранения Или из-за ненадлежащей оказанной медицинской помощи? Я думаю, что в данной ситуации все-таки причиной является ранение Потому что большая кровопотеря приводит к гипоксии И головной мозг восстанавливается или не восстанавливается Все очень зависит от того, насколько он пострадал и как длительно он пострадал К сожалению, все очень хотят обвинить врачей или найти виноватого Иногда врачи делают все, что могут, но они не являются богами Они только пытаются сделать максимум, который... Либо даже ни с кем не советуются А скажите, пожалуйста... А с кем врач должен был посоветоваться, если не было ни одного юридического структура? А вот здесь вот есть самый главный вопрос к главным героям А скажите, пожалуйста, ребенок находится в районной больнице? Извините, пожалуйста, вы уже сказали, можно я сейчас договорю? Но юридически они ребенку никто А причем советоваться своим руководством в областной больнице Ему говорят, что мы ничего не можем сделать При этом все, должны что сделать? Собрать консилиум должны? Должны или нет? Нет? Как нет? То есть пусть умирает ребенок, консилиум не собирается Как ты не должен собрать консилиум? Сто процентно он был собран, и он находится в отделении, где есть врачи и не один врач Да, врачи, конечно, они никогда не виноваты В данной ситуации ни бабушка не является бабушкой, ни папа не является папой В этом ситуации государство является опекуном, и государство обязано проводить в необходимое время после лечения этапы реабилитации Послушайте, Анна, но государство в лице врачей, по словам бабушки, ничего не делает для того, чтобы помочь Егору Потому что вы вспомните то, что сказала бабушка Врачи говорят, что парень овощ, ему уже все равно ничего не поможет И вообще машут рукой Это нормально? Это не нормально И при этом бабушку не пускают туда А бабушка не является бабушкой Юридическая сторона вопроса всегда была и остается юридическая сторона Если мы говорим о юридической стороне вопроса, тогда давайте не забывать о том, что установлена врачебная этика И согласно врачебной этике, вести в таком тоне разговор и говорить, что человек уже безнадежен, врач не имеет права Овощ, да? Овощ Кроме того, согласно врачебной этике и согласно тем законам, которые устанавливают их обязанности Врачи обязаны до последнего бороться и за здоровье человека, и за его жизнь Они не могут ставить сами точки на это Я вам скажу, вот есть элементарный выход Вот есть элементарный выход Если ее не могут допустить как бабушку, то почему ее не принять на работу на 0,25 ставки как сиделку? Ну вот в чем проблема? Бабушка проявила желание быть сиделкой Бабушка туда ходит каждый день, памперсы почему-то у нее берут Это говорит Украина, здесь на телеканале Украина Нож в сердце сына, вот тема нашей сегодняшней программы Сегодня у нас в студии женщина, которую не отдают из больницы ее внука Того самого родного для нее уже человечка, которого она душу вложила за эти долгие годы Костюмы на Новые годы и все на свете делалось все, что ему надо Да, они намекают на то, что опекун пьет Ребенок покрученный весь, ручки, ножки покрученные Более того, бабушка не может забрать внука из больницы, потому что он им не родной, приемный И этому мешают социальные службы Туалет на улице, сарайчик валится Мне теперь говорят, что мы за денег Бабушку не пускаем туда А бабушка не является бабушкой Ну что на самом деле произошло в тот день? Кто виноват в том, что ребенок получил ножевое ранение в область сердца? Что скажет та самая приемная мама, которая участвовала в этом во всем и в руках которой оказался тот самый окровавленный нож? Партнер нашей программы – хомвиотензин Хомвиотензин – давление в норме Аня, вы как эксперт-криминолог Можете ответить мне на вопрос Какой силы должен быть удар, чтобы ребенок перенес клиническую смерть? И может ли это быть удар случайным? Или это такой, знаете, осозданный удар? Это бытовая драка, бытовая ссора Это случается часто И в подобных случаях до последнего – это то, что показывает судебная практика До последнего непонятно, кто из двух участников этой драки является жертвой, а кто является посягателем на жизнь другого Потому что это идет взаимная агрессия Поэтому я допускаю, что здесь мог быть все-таки удар со стороны матери И у нее не было умысла на убийство У нее, очевидно, был умысел в порыве неприязни отомстить ему за что-то, либо она защищала себя Точно так же я допускаю, что он мог упасть и под тяжестью своего тела действительно такой глубины мог произойти надрез То есть нам надо слушать все-таки еще стороны дальше Итак, Оксана, та самая приемная мать Егора, которая стала участницей этой жуткой трагедии И которая осуждена на один год колонии-поселения Сегодня приехала к нам сюда в студию, ток-шоу «Говорит Украина» Уже через несколько дней Оксана должна отправиться отбывать свой срок Но сейчас давайте попытаемся узнать у самой Оксаны, что же тогда произошло Сейчас женщина находится в нашей тайной комнате Оксана, вы слышите нас? Да Может быть, вы выйдете сюда? Да Выйдете? Да Выйдите, пожалуйста Прошу вас Здравствуйте Давайте сейчас обратим внимание на никого Оксану Гринцевич 41 рік И с первым человеком Оксана прожила 7 лет И он трагично погибел Ну его убили Кровое изгибание мозга Ну и все Другий человек Сергей подкорил сердце женщины своей добротою Внимание было Ну как, добрый ко мне Он меня обижал Пара разом уже 10 лет Как каже женщина, у семейного жизни всего было Но Оксана и уявить не могла, что колись ей доведется схопиться за нож Так что же тогда произошло в тот день? Я шла, забрала вот этот ножик Открываю эту же занавеску И мне летит правая нога в миска пластмассовая Вот, я еще занавеску эту держу И Егор бросил эту миску Да, я завернусь на эту миску Вот он Егор на мне Все, я падаю нож вот так Все, вот это все, что произошло Я сразу за него схватилась То есть Егор сам упал на это нож? Да, но он же меня толкнул вот так вот Я падаю, бьюсь Ну вот это ж рука у меня получается тоже бьется А он же, когда меня толкал, он же тоже нагнутый был И все, и он вот это на меня падает Крикнула в скорую А потом у меня шок Все, думаю, ну это ж Или умрет, и мне тюрьма Это все, жизнь у всех испорченная Ну вот так вот Вы испугались тюрьмы? Я не испугалась тюрьмы, я не испугалась о смерти дитя Но он разговаривал Я еще на шатырем ходила, аж возле него Потом мы в скорую на каталке отнеслись, положили Мама же потом поехала Все, дальше вот это Скажите, Оксана, а он вообще агрессивный мальчик? Вообще-то да И часто на вас с кулаками драться лез? Один раз бросился, руку мне сломал Руку сломал? Мама, все, я буду говорить правду, не надо Говори, говори А как ему? Это сколько ему было лет? Десять В десять лет он вам сломал руку? Ну я же не пускала его на рыбалку И он вам что? Кинул молоток и просто попал в него Молотком вас кинул? Да Послушайте, десять летний малыш бросает молоток в маму Это... За то, что не пустила на рыбалку Откуда у него это агрессия? Многим детям запрещают Откуда у него это? А вот когда он узнал, что я не его родная мама А, так подождите Его поведение изменилось тогда, когда он узнал, что вы его не родная мама? А кто ему сказал? От кого он узнал? Да, и в школе там у нас хватает Обещая же, это все приходит То есть до того, пока Егор не знал, что он приемный, он к вам относился с любовью и уважением? Нормально Мы же вместе везде ехали А потом в школе ему сказали о том, что вы не родная Или в школе, или на улице Ну, в любом случае ему сказали, что вы не родная, и он пришел домой и что сказал? Ничего, он просто начал потом вообще полностью меня не слушать, и потом, потому что он все время говорит, кто ты такая, ты, тот никто А папа? Папа для него папа Папа для него папа? Да А я был в то время папа На работе А вас, вы вообще никто для него? Я никто А бабушку тоже любит? Бабушку любит Ну, он знает, что бабушка не родная Знает, но бабушка же больше времени с ним проводила, он к ней больше и привык А почему бабушка больше времени проводила? Потому что я работала тоже часто Мне некогда То есть вы действительно мало уделяли время сыну? Да, действительно Поэтому я их хотела перевезти на бабушку, опекунство. То есть в этом смысле соцработники были правы, говоря о том, что вы мало уделяете внимания цену? Ну, с одной стороны, да. Мы тут услышали, что социальные службы намекают о том, что вы вроде как пьете. Да, а сейчас пьяная. Не, ну как вот я могу пить и на работу ходить, и пить, и в одно время, не знаю. Я бы тут вообще сейчас бы сюда и не приехала бы. Я бы могла бы сейчас сорваться, если бы я была алкашкой. Я бы на этом быстрее, я бы сорвалась, потому что у меня скоро тюрьма. И вот дорогу ехать на такую передачу на весь мир, как говорится, я бы уже давно пьяная дома ходила бы. Если бы я пила по-настоящему. Они такое, она говорят, что надо было, они уже сколько раз придирались, а я уже Альбине говорила, говорю, хоть бы раз, говорю, взяли фотоаппарат и сфотографировали нас где-нибудь, если вы все время видите, что мы пьяные. Для доказательств, мы же уже не разу обращались. Так значит, получается, что социальные службы делали все, чтобы изъять у вас ребенка. Да, они придирались ко всему. И отношения в последнее время, в последние годы с Егором вообще не клеились, потому что он узнал о том, что вы не родная ему мама. Почему вы сами не решились рассказать им об этом? Ну, тогда еще рано как-то говорить. Но ведь на улице рассказали, опередили вас. Ну, мы же когда рассказали, тогда мы сказали. Послушайте, может быть, действительно вот виноват тот случай, когда Егору то ли в школе, то ли на улице сказали о том, что мать твоя не родная тебе, и понеслось, поехала. Может быть, все оттуда началось? Действительно считается, что около шести лет ребенок способен понять, как появляются дети, и тогда наилучшим образом можно объяснить, откуда он в семье. Почему важно это делать? Потому что, когда ребенку в восемь лет, а это период, когда ребенок борется за справедливость, вдруг ни с того, ни с сего, ему говорят об этом, ему становится очень печально и больно. И это уже накапливается, представьте, какой накал агрессивный, в том числе эмоциональный, что я не нужен этому миру и самым родным людям. Наверняка, когда приходили соцслужбы, он видел, что что-то происходит, и разговор явно о нем. Он наверняка узнает, что папа туда-сюда, то взял, то отдал, теперь вместе. Это абсолютно потерянный человек. Он хочет зацепиться хоть за кого-то из родных. Слава богу, есть бабушка, которая все-таки уделяет внимание. И в момент, когда случилось то, что случилось, мне кажется, это просто последствия накопленного за всю жизнь. Вот этого недовольства я не нужен. Почему агрессия именно против мамы? Все равно мама остается мамой, она все равно заботилась, мало или много. Но ребенок может только самому родному человеку высказать вот эту агрессивную форму. И то, как мама смогла принять эту агрессию, если бы она могла вернуть его, ну, это называется контейнирование. То есть я принимаю тебя вот в таком состоянии, я могу тебя утешить, и мы вместе пойдем дальше. Мама не смогла, к сожалению. Программа у нас в студии сегодня. Мама, которая ранила своего сына ножом в область сердца. Почему произошла эта трагедия? Что это, рок, случайность или месть, доведенная до отчаяния женщины? Нас очень интересует ваше мнение, уважаемые наши телезрители. Если есть такая возможность, пожалуйста, оставьте свой комментарий на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо. Наня, можно ли видеть Оксану в том, что случилось? Да, безусловно. Я хочу сказать, что если наказание есть, это значит, что суд признал вину. И мы поставим на этом точку. Но то, что наказание все-таки очень мягкое, и я должна вас успокоить, это не тюрьма, поселение. Это щадящие условия содержания, которые не наносят никакой вред, и они не будут дискомфортными для вас. Так вот, мягкое наказание свидетельствует в том, что, очевидно, суд считал, что это не вина мамы, а это все-таки был взаимный конфликт, взаимная драка. И вот волею случая оказался он с ножом в сердце, а не она. Потому что она обычно в таких бытовых драках, она имела тоже 50% вероятности того, что будет зарезана она. – Вы когда видели Егора в последний раз, Оксану? – Когда? Медели две назад. – Навещать ездили? – Ну, я ездила, шишкармила его. И когда я приезжать начала к нему, и он, между прочим, на второй день не заговорил. – Что сказал? – Я у него приехала, говорю, Егорка, ты будешь кушать? – Я говорю, моргни глазками. Ну, обычно, когда я приезжаю, он там моргает. А то же я приехала, Егорка, говорю, будешь кушать? – Он, да, ну, так шепотом сказал. Я говорю, что будешь кушать? – Сначала говорю, йогурт будешь кушать или колбаску сначала покушаешь? Он сразу руку потянул, вот так, колбаску. Только шепотом он говорил. Он начал говорить на второй день, как я начала приезжать. – Как он вообще выглядит? В каком состоянии вы его увидели? – Ну, ой, худой, бледный какой. – Мы ведь узнали у врачей о состоянии Егора и о том, какое лечение ему сейчас необходимо. Внимание на экран. – На сегодняшний день ребенок фактически в лечении, как лечении не нуждается, но нуждается в очень серьезной работе реабилитолога. Фактически его нужно заново учить говорить, его нужно заново учить двигаться, управлять своим телом. – Выхаживать. – Выхаживать. То есть именно выхаживание. Конечно, очень жаль, что так у ребенка жизнь сложилась, что началось вот с такого, что он не нужен оказался своей семье. И такие дети, конечно, намного бы лучше выхаживались на руках у любящей мамы. – Выходит, не столько лечение, как говорит врач, сколько уход, любовь нужна Егору. Вы можете ему сейчас это обеспечить? – Ну, как обеспечить? – Вот тот уход, о котором говорят сейчас, реабилитацию. – Я у врача просила еще, только он пришел в себя, начал разговаривать. Начал уже есть, я уже в руку даю, я в руку даю печенье. Она приходит, говорит, зачем вы даете в руку? Он крышит, ну, медсестра там, санитарка. – А как она молочное забирала? – Он много капает. – Я говорю, ну как же, ему надо пальчики развивать, чтобы он брал в руку и сам ел. Он уже сам берет, есть, бутылку берет, пьет. Он разговаривает хорошо, я ношу ему все, кормлю его. Прихожу, один раз пришла, санитарка подбежала, только пакет из сумки. Она прибегла, хватит этот пакет, и забрала. Я говорю, зачем вы забрали? Вы вот ходите, вы его пичкаете, вы его туя, у нас после него убирают, памперсов нету. – Я уверена, что больница сегодня бы отдала этого ребенка в семью, если бы были юридические основания. Больница самой – это в тягость. Вы помогите врачам, приобретите хоть кто-то из вас троих юридический статус по отношению к ребенку, и вам в тот же день отдадут его домой. – Сергей, вы хотите забрать сына? – Я подавал в суд, пошел до адвоката, мы составили бумаги, что у вас остановление родительских прав, все, подавал в суд, мне его все равно не дают. – Почему? – Нету постоянного официального места работы. – Условий нету. – Вот это же условия, что у них там все наложено. – А что нужно делать? – Это делается экспертиза ДНК, и по ее результатам вы признаетесь отцом, и все. – А зачем мне? – Это дорогая экспертиза ДНК. – Зачем была экспертиза, если он мой есть? – А, есть свидетельство о браке. Тогда, если есть доказательство, что вы биологический отец, да, в свидетельстве о рождении. – Здесь другая проблема. – Тогда нет никаких проблем. – И вот в селе вот даже врач, я так понимаю, это врач тоже райполиклиники, которая осознанно говорит, ребеночку было бы хорошо в семье, но вот семья поганая. – Она с вами общалась? – Да я ее первый раз вижу. – Вот, вот это вот ответ. Они живут слухами. Им, те, кто более авторитетен, то есть соцслужба, дала информацию, что эта семья поганая. Все. И дальше так и живут. Точно так же принимается судебное решение, потому что судья там живет и так далее. – Хорошо, но что Сергею делать-то вот действительно сейчас? – А вот я думаю, после того, как эта передача выйдет, они уже сами активизируются, а Сергею надо будет уже пойти снова подавать все эти документы. – Так, значит, получается, подождите, вот Сергей подал все необходимые документы, ему отказали. Значит, вы говорите, что есть свидетельство о рождении у вас. – Да. – Да, где вы указаны отцом? – Ну, конечно. – Так, вот имея это свидетельство о рождении, что, какие следующие шаги должен предпринять Сергей? – Здесь очень просто. Вот бабушка может на сегодняшний день взять и пожертвовать, вот просто переписать, подарить дом, вот, отцу. И вот тогда у них появится формальное основание для того, чтобы не признавать то, что они пишут, у него нету постоянного места жительства. Да, де-юре у него нету. – Да хотя бы зарегистрировать, пусть не дарит, пусть зарегистрирует. – Можно и так. – Это право на собственность у вас, просто зарегистрировать ее. – Можно ребенка зарегистрировать тоже. – Конечно. Здесь проблема, потому что наши герои, они хотят получить максимум из этой ситуации, но не готовы в нее вкладываться, не готовы чем-то жертвовать. Здесь бабушка может пожертвовать и зарегистрировать своего зятя. – Но вы готовы зарегистрировать-то, Екатерина Григорьевна? – Я пошу к вопросу. – Готовы зарегистрировать? – Я все равно не дарю. – Нет, вы готовы зарегистрировать или нет? – Почему? – Ну вот. – Ну почему? – А не готовности жертвовать. – Ради внука, потому что сейчас такой закон. Если он приписан и возьмет кредит случайно, но не будет платить, у меня придут применки. – Хорошо, вы готовы? – Вы готовы взять под опеку этого ребенка? – Под опеку готова. – Под опеку? – Нет, у вас не заберут, это регистрация, регистрация не дает права на собственность. – Но на самом деле здесь очень важно, Екатерина Григорьевна, это и вас касается, действительно пойти на компромисс и попытаться понять ситуацию, потому что ведь это ваш внук, ваша душа сейчас там умирает в больнице. А что хочет сам Егор? Внимание на экран. – Как тебе здесь нет? – Ты здесь плохо? – Домой хочешь? – Да. – К маме хочешь? – Егорушка, ты домой хочешь? – Да. Он хочет домой. – Любой ребенок хочет к маме, конечно. Там, где он кому-то нужен, потому что ни одной в соцслужбе, ни одной в больнице, санитарке, врачу ты не нужен, потому что ты не родной. Они только чем обеспокоены? Крошки, еще какие-то неудобства. А душа, болит же у ребенка, болит. – Конечно, болит, тем более мозги работают. – Оксана, а что вы сейчас хотите сказать Егору? Вот сейчас на всю страну у вас есть такая возможность обратиться к своему сыну. Он тоже ведь увидит эту программу? – Ну что я могу сказать? Что бы он меня простил? И давай дружить вместе. Что я могу сказать? Что я его люблю? Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могу молчать и нет. Спасибо, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok